Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Упс, целое запустилось. Слышите Лёшу Халецкого? У меня тут скоро новый дуэльный турнир, и по правилам, которые я в очередной раз выдумал, очень важно будет каждую свою игру записывать видео, потому что и места будут выдаваться в зависимости от того, сколько у вас видео, и выше седьмого места нельзя будет занять, если в последних трёх турах вы видео свои игры не записывали. Но всё это делается для того, чтобы не было претензий к соперникам, чтобы можно было проще выяснять проблемные ситуации, смотреть, кто прав, кто виноват. Но дело не в этом, а в том, что многие игроки сразу и попросили меня рассказать, рассказать, а как, собственно, это видео записывать и выкладывать. Думаю, некоторым моим зрителям это тоже будет интересно, поэтому вот я решил заняться этим делом. Ну, начнём с того, что проще всего на самом деле стримить, то есть в живом эфире, в прямом эфире, собственно, показывать свою игру на каком-либо из стрим-сайтов. Потому что в других случаях, вот как я, например, делаю, я записываю видео, потом монтирую и выкладываю его. Понятно, что многим это не нужно, это лишние действия, вам придётся их сначала видео записать куда-то, чтобы у вас место было, потом смонтировать, потом выкладывать. Зачем? Если есть, уже всё намного проще, всё сделано. И начнём, естественно, с программ, которые позволяют стримить. В своём обзоре я буду пытаться вам рассказывать о бесплатных программах, потому что есть какие-то и платные всякие штуки, но, естественно, многие из моих зрителей просто их не будут покупать, а пиратить. Я против пиратства, поэтому я продвигаю бесплатное программное обеспечение. Начнём с Open Broadcaster Software. Это просто, она не просто бесплатная, но и самая популярная программа для стриминга. Сейчас я вам объясню, как она работает. Но для начала вам надо выбрать, на какой сайт стримить. Вот в самом ОБС есть сразу несколько вариантов сайтов. Можете их посмотреть. Вот, ну, самый популярный Twitch, естественно. Вот этот я вообще без понятия. Goodgame.ru – это, по-моему, самый популярный русскоязычный сайт. Ну, YouTube, Кибергейм. Я думаю, тоже не стоит представлять всем они известные. В общем, вы выбираете под свой вкус. Я всё-таки рекомендую стримить на YouTube по одной простой причине. На YouTube проще сохранять потом это видео. А Цилла такая штука, что в прямом эфире не так много её смотрят, как потом смотрят в записи. На Twitch это сделано по-дурацки. Ну, как по-дурацки. Они просто, у них ставка на прямые эфиры, а не на записи. И на Twitch через две недели, если вы ничего с видео не сделаете, оно просто удалится. Да, там его можно сохранить, видео, но там ни комментарий не оставить к этому видео. Ну, то есть нету такого функционала, как на YouTube. Поэтому я вам всё-таки рекомендую, если вы хотите, чтобы ваше вот это видео сохранилось, то стримить это на YouTube. Если же вам этого не надо, то, соответственно, на Twitch. Кроме того, в каждом сервисе есть выбор сервера, через который будет идти трансляция. Как выбрать сервер? Вот в OBS, видите, внизу есть сервер Ping. И он вам покажет до каждого сервера. Ну, я вот не буду сейчас ждать, пока оно полностью заполнится. Он проверяет Ping каждому серверу. И вы смотрите, собственно, к какому серверу у вас меньше Ping, какой у вас меньше Jitter. Jitter, это, знаете, типа такого лага, что ли, при видео. То есть оно тоже важно. В данном случае имеется в виду качество сигнала до этого сервера. Тоже чем меньше, тем лучше оно. Потому что могут быть искажения на пути к серверу. И я даже считаю, что Jitter в данном случае более важный параметр, чем Ping до сервера. Так что имейте в виду. Но вот в моем случае лучше всего сервер, пожалуй, Амстердам выбрать. Если мы через Twitch будем это все делать. Так, ну вообще начнем с того, как вообще транслировать. Я уже запустил Циву, вот она у меня идет. И когда вы запускаете OBS, вот тут у меня уже много всего сохранено. На самом деле у вас здесь будет пусто. В сценах и в источниках будет пустота. Вы выбираете, нажимаете правой кнопкой, добавить. И выбираете. Слушайте, у меня просто по-английски все было. Я специально для вас, чтобы объяснять на русский язык, переделал OBS. И у меня сейчас сложновато немного. Так, рабочий стол. Устройство. Игра. Вот. Выбирайте игра. Окей. И здесь у вас будет, собственно, окна, которые у вас уже в данный момент открыты. Вы можете выбирать. Вот у меня Сид Мэйр с Цивилизейшн. Окей. И когда вы запустите трансляцию, чтобы посмотреть, что у вас точно она будет идти, нажмите предпросмотр. Видите, все. OBS подхватывает сигнал. Вот идет это окошко. Все остановить. Когда вы запустите трансляцию, собственно, у вас это все нормально пойдет. Но, то есть, вот мы уже игру в OBS добавили. То есть, она будет транслироваться. Но это еще не все. Дальше надо уже настроить саму трансляцию. Тут, собственно, три вкладки важны, по моему мнению. Остальное я вам не буду рассказывать. Можете сами разбираться. Это не так важно. Во-первых, кодирование. То есть, в каком кодировщике вы будете кодировать ваше видео и транслировать его. Дело в том, что когда вы транслируете видео, не думайте, что оно прям вот сразу идет куда-то в интернет. Оно в любом случае в начале какой-то кусок записывается к вам на жесткий диск. И потом уже с жесткого диска как бы загружается в интернет. И потом оно загружается. Я вам, знаете, в общих чертах объясняю механизм работы стрим-сервисов. Загружается, например, на Twitch. А потом уже зрителям оно постепенно подгружается вот эти куски, которые загрузились. Поэтому в любом случае между трансляцией, между вот вами и вашими зрителями будет какая-то задержка. Возможно, даже в минуту. Аж это зависит, собственно, от того, где вы находитесь, где ваш зритель. Так вот, кодировщик определяет, в каком формате у вас будет видео кодироваться и загружаться, собственно, на стрим-сервис. OBS, в принципе, кроме как в MPEG-4, в MPEG-4 не кодирует, но есть три варианта. Вот X264 это просто известный, ну, кодировщик H264. Правда, в данном случае X264 какая-то более бесплатная. Не буду вдаваться в подробности. То есть он будет нагружать процессор. В моем случае у меня стоит видеокарта от NVIDIA, в которой встроен кодировщик MPEG-4. То есть это менее ресурсоемкая штука. И, собственно, если у вас есть карта от NVIDIA, в которой есть ShadowPlay, я думаю, и GeForce. Собственно, у тех, у кого есть NVIDIA, я думаю, и понимают, о чем я. То им надо выбирать вот этот кодировщик. QuickSync это для технологии графического адаптера интервала. Он, собственно, внизу тут написан. Ну, собственно, если он у вас будет доступен, то выбирайте его. То есть по идее он тоже должен снизить нагрузку на процессор. В всех остальных случаях, конечно, транслирование видео дает определенную нагрузку на процессор, на работу системы. Ну, по-другому никак. Ставить постоянный битрейт и постоянный паддинг – это на ваш выбор. У меня тут стоит постоянный битрейт просто потому, что я OBS иногда использую для записи видео, а не только для трансляции. У меня тут стоит высокий битрейт вообще в принципе. Но по-хорошему постоянный битрейт просто менее нагружает процессор. Ну, это, знаете, такая небольшая нагрузка. Зато если убрать, то само видео в итоге получается меньше. Так что вы можете поставить, выбрать максимальный битрейт, если у вас низкий канал пропуска интернета, но при этом мощный компьютер. И, ну, буфер обмена не трогайте. Видите, наконец, максимальный битрейт. Вот если транслировать через Twitch, сейчас я вам покажу. Вот выбираю прямой эфир, Twitch, применить, то здесь вам будет так, почему ничего не сообщается. А, вот. Вот здесь вам будет сообщаться, что у вас, у меня, у меня, у меня не совсем правильно настроено, настроено БС для трансляции. У меня стоит очень высокий битрейт, собственно, так и есть. И вам даже предложат оптимизировать. То есть, видите, OBS, он такой юзер-френдли программа. Нажимаете оптимизировать. И в настройках кодирования сразу, видите, у меня выставлен битрейт нужный и так далее. И кодек аудио. Но что означает этот битрейт? Это, собственно, какой поток у вас будет идти через интернет. Килобит, 3500 килобит в секунду. Ну, это или, хотите, 3,5 мегабита в секунду. Ну, там, на самом деле, не 3,5, меньше. Ну, я не буду уже тоже вдаваться, где 1024, где 64. Почему не десятиричная система исчисления? Тоже, если хотите, можете погуглить. В данном случае вот это означает, какой в секунду, сколько информации у вас будет передаваться на стриминговый сервис. И вот это значение вы выставляете, исходя из того, какой у вас исходящий интернет. Вот я когда стримлю, я думаю, многие, опять же, в курсе, у меня исходящий интернет вообще, в принципе, хреновый. У меня аж 512 килобит в секунду. И если я здесь поставлю 512 килобит в секунду, то твич мне просто не позволит на него транслировать. Смотрите, он тут не изменяет, но я вам могу сразу сказать, что я пробовал 512 просто килобит в секунду транслировать. Он не дает это делать. Ну, и тем более 512 килобит, это просто несмотребельно. Это очень отвратительная, замыленная картинка. Нормальное качество начинается... Ну, как нормально, относительно нормальное, с 1000 килобит. Вот я 1000 килобит практически всегда транслирую свои игры по цирре. Правда, давно этого не делал. Но 1000 килобит уже более-менее смотрибельно. И если вы просто узнаете у своего провайдера, какой у вас исходящий канал, или используете еще есть такой сайт под названием Speedtest. Есть такой сайт speedtest.net, на который вы можете зайти и сразу проверить, какова скорость вашего интернета, входящая и исходящая. Нам важно узнать именно исходящую скорость. Вот в моем случае входящая скорость у меня почти 9 мегабит в секунду, а исходящая, могу сразу сказать, будет где-то 0,6. 0,6 мегабит, то есть, ну, собственно, те же самые 5 мегабит, а сейчас даже еще меньше. Как-то вообще... Ну, это потому что технология ADSL у моего провайдера, она и стоит оборудование, которое, в принципе, не может больше 512 килобит делать. Хотя ADSL предполагает 1,5 килобита, но... 1,5 мегабита. Но у меня вот так. Итак, вы узнали исходящую скорость вашего интернета, и, в принципе, она вменяемая, то есть, позволяет... То есть, она должна быть больше 1 мегабита в секунду. Если она больше, значит, вы уже сможете нормально стримить. Я вам рекомендую ставить вот от 1000 до 3500 килобит в секунду битрейт. Собственно, он будет влиять только на картинку, которая будет у вас идти. Чем выше битрейт, тем картинка будет качественнее. Если у вас хороший исходящий канал, то ставьте по максимуму. Просто это снизит, опять же, нагрузку на процессор. Чем меньше сжимать приходится вашу картинку, тем это лучше. Поэтому ставьте побольше. В данном случае от 1000 до 3500. Вот выбирайте. Можете поэкспериментировать пару раз. Здесь мы заканчиваем аудио. Если вы не собираетесь что-то объяснять, то, собственно, пофигу, что тут будет стоять. Можете вообще... Только, по-моему, отключить... А, нет, звук отключить можно. Включается звук вот тут. Видите, две иконки. Это иконка общего звука вашей системы. Можете ее регулировать, громче, тише делать. А это, что будет с вашего микрофона записываться. Соответственно, если у вас нет микрофона, то она будет вот такого серого цвета. Тоже можете регулировать громкость, что у вас записывается. У меня, например, громкость просто на моем самом, на микрофоне сама есть. Поэтому я вот этим не пользуюсь. Вот это неплохо регулировать, если громкость в игре слишком велика. Когда вот, смотрите, у вас будет предпросмотр. Видите, вот у меня пошло сейчас зелененькое такое... В то время, как я говорю, вы можете видеть уровень. Собственно, когда у вас в игре будет музыка, то тут тоже этот уровень будет бегать. И вы визуально можете определить, слишком громко у вас в игре музыка, или разговоры ваших соперников, или достаточно. Но вернемся к дальнейшим настройкам. Значит, кодирование я вам объяснил. Трансляция. Тут вы выбираете прямой эфир и тот сервер, на который вы будете транслировать. Здесь вот это отлично сделано. Конечно, тут вам не надо логин и пароль. Вписывать от ваших аккаунта на Twitch, на YouTube. Или просто вы можете посмотреть, где у вас стримки находятся. Ну, я вам не буду показывать. Ладно, сейчас покажу, фиг с вами. У себя на Twitch открываете слева меню. Заходите в дашборд. И здесь, собственно, вот менюшкой стримки. Здесь написано «Показать ключ». Видите, написано «Никогда не показывайте ваш стрим-ключ никому». И не стримьте его. И никакие админы, никакие модераторы никогда не будут у вас просить эту информацию. Вот, да. Назмите, что я понял. Ну, видимо, тут очень много людей так палились. Нажмите «Understand». И вот эту копируете. Вот это все нагромождение букв и цифр. Копии. И вставляете вот сюда вот. Я не боюсь, что я вам показал. Просто потому что, видите, можно назвать «резет», и он постоянно меняется. Хотя это очень удобно. Я, например, свой стрим-ключ давал другим людям, с которыми я играл, чтобы они транслировали за меня. Почему нет? Если у меня такой проблемы с интернетом. Вот я в командной игре играл, например, и человек транслировал вместо этого. А я потом могу просто «резет» сделать и спокойно пользоваться дальше. То есть этот стрим-ключ, он не дает доступа ни к какой вашей информации. Он просто позволяет транслировать на ваш канал что-то. Вот. Поэтому то, что я вам его показал, я сейчас выключу запись, нажму «резет», и вы уже опять не сможете воспользоваться им. Итак, выбрали сервис, выбрали сервер, внесли стрим-ключ. Дальше. Во-первых, вы можете поставить задержку. Здесь вопрос в том, что некоторые люди почему-то боятся, что их стрим будет смотреть соперник. Я по своему опыту, и мы даже с другим человеком когда-то это пробовали делать, там вместе стримили, просто даже согласились там друг друга смотреть. Я могу сказать, что в дуэли следить за чужим стримом, если он, конечно, при этом ничего не объясняет, потому что при объяснении, конечно, проще, ты можешь просто наушники одеть и не смотреть, что он делает. А вот слежение за стримом, это реально напряжно, и это хуже сказывается на твоей игре. Пускай ты знаешь, что делает соперник, но при этом то время, которое ты тратишь на наблюдение за ним, ты теряешь в своей игре. Просто реально невозможно, у тебя и так нету времени делать свои какие-то дела, там, знаете, менеджмент, движение, особенно если война какая-то идет, а еще смотреть, что там делает соперник, это нереально. Поэтому я бы на вашем месте не боялся, что ваш соперник может смотреть стрим. С другой стороны, конечно, там могут быть какие-то помощники у соперника, которые будут ему рассказывать, что вы делаете, ну это какая-то, это уже у человека, походу, может крыша поехать, такое желание побеждать, чтобы прям рассаживать своих помощников по стримам соперников. Не знаю, по-моему, это странно будет. Но, в принципе, вы можете поставить задержку до 15 минут. То есть тут в секундах, то есть 15 минут это, значит, 150, 9 тысяч секунд получается. Просто больше не позволяет ОБС делать. Но как эта задержка будет выглядеть? То есть у вас просто первые 15 минут ваш стрим будет записываться к вам на винчестер, а потом пойдет транслироваться в интернет. Здесь проблема может быть в том, что если у вас будут какие-то проблемы с записью, или проблемы с запуском, или еще что-нибудь, то просто вот это все время пропадет. 15 минут просто из игры будет вырезано, и оно никак нигде не покажется. Так что имейте в виду. Ну, автопереподключение, это если у вас теряется связь с сервером, то есть сколько секунд ждать прежде, чем заново пытаться трансляцию запустить. Чем хороша, кстати, трансляция в данном случае, что вы не должны тут волноваться, что у вас там что-то отключилось, или, например, если у вас отключится компьютер, то при записи игры вы можете потерять весь файл, а при стриме просто потеряется тот момент, на котором отключился, ну, там, плюс-минус несколько секунд, я не знаю, вот буфер, это, кстати, за это буфер отвечает. Вот, сколько тут, тысяча, вот, на размер буфера у вас потеряется информация при отключении света, предположим. И дальше, кроме трансляции, вы еще можете параллельно и сохранять файлы, видео в файл, вот эти две галочки, просто конкретно все видео сохранить в файл, либо, когда у вас случайно трансляция прервалась, чтобы только тогда сохранялось в файл. Это удобно для того, чтобы не потерять действительно никакую информацию, либо, если вы хотите транслировать на Twitch, а потом записанный файл выложить куда-нибудь в другое место. Дело в том, что на Twitch вообще есть возможность экспорта на YouTube, но большие файлы, он, у него это хреново работает, но все-таки это конкурирующие конторы. Я думаю, что просто YouTube не дает Twitch это нормально сделать, так что не надеетесь, что у вас с Twitch получится легко и просто перенести видео на YouTube. Я, например, с Twitch просто все файлы скачивал к себе на компьютер, соединял их, а потом опять загружал на YouTube. Вот такой фигней занимался. Так что для этого есть возможность записывать файлы. Ну и последняя закладка, о которой я хочу рассказать, это видео. Она важна для того, чтобы попробовать уменьшить или увеличить качество видео и нагрузку на ваш компьютер. Вот видите, у меня стоит видеокарта, которую я использую, какое у меня разрешение экрана, и надо ли масштабировать разрешение. Понятно, что чем меньше вы поставите масштаб, чем меньше вы поставите разрешение в данном случае, и чем выше кодирование, то тем лучше будет качество. То есть я, например, практически всегда стримлю 1280 на 720, 1000 килобит. Это будет более красивая картинка, чем если вы будете 1920 на 1080 и 1000 килобит. То есть что вот это вообще значит? Что на секунду вашего видео дается размер в 1000 килобит. При этом ваше видео состоит из 30 кадров в секунду и разрешения 1000... Ну, я, например, не буду масштабировать. И разрешение 1920 на 1080. То есть разделим 1000 на 30, это получится примерно 33, да? 33 килобита. То есть на картинку в 1920 на 1080 дается 33 килобита информации. Вот представьте, что, например, грубо скажем, вам надо картинку... Вот вашу фотографию, ваша фотография 800 на 600, 800 пикселей на 600, вам надо, чтобы она весила 100 килобайт, или же эта же фотография размером 1280 на 720, надо, чтобы весила 100 килобайт. Как вы думаете, в какой из этих картинок будет больше потеря всяких элементов визуальных? Именно поэтому, если у вас низкая пропускная способность исходящего канала, то лучше поставить здесь разрешение поменьше. Но при этом надо понимать, что это увеличивает нагрузку на ваш процессор, потому что компьютеру приходится мало того, что кодировать в определенный битрейт там тысячи килобит, да? Так ему еще перед этим приходится картинку уменьшать с 1920 на 1080 на 720 на 720. Поэтому по-хорошему, если у вас слабый компьютер, но хорошая исходящая скорость, то вот этой фигней не занимайтесь. Не надо же. Чем меньше вы даете нагрузку на процессор, тем лучше. А вот количество кадров в секунду можно уменьшать. Например, я на своем... На своем ноутбуке начальные первые видео делал всегда с FPS в 10. То есть у вас в секунду будет не 30 кадров, а 10. Для пошаговой стратегии это по-хорошему пофигу. Потому что никакой важной инфы не теряется, а то, что картинка будет менее плавной, «Боже, так важно, чтобы пошаговая стратегия была более плавной». Зато вы выиграете в скорости передачи. Это опять же... То есть FPS для тех, у кого исходящий канал не очень, зато информацию хочется передать. По поводу вот поштабирования. Здесь какие-то варианты есть. Извините, я в этом не разбирался. Ну, видите, ланцоша написано, что лучше детализация. Выбирайте, наверное, ее. Вот, в принципе, и все по поводу стрима. То есть если вы собираетесь стримить, то я вам рассказал. Если вы хотите записать видео, а потом выложить его, то, опять же, я для начала рекомендую использовать OBS. То есть здесь просто в трансляции выбираете не прямой эфир, а локальная запись. Видите, тут вы выбираете путь к файлу, куда он будет сохраняться. ПЕК-4. Вы можете меня спросить, наверное, сколько примерно будет весить файлы. Ну вот, смотрите, вот у меня... Хотя это не трансляция, а ведьмак. Сейчас я вам найду что-нибудь. Вот я нашел, что я OBS-м записывал последний FIFA-сериал по Beyond Earth. Но, блин, это 10 тысяч килобит в секунду. Вот у меня 2 гигабайта, считайте, занимало полчаса. При тысяче килобит в секунду, соответственно, можно делить на 10 примерно. То есть будет примерно полчаса занимать 250-300 мегабайт. То есть двухчасовая игра вполне возможно где-то... Ну, гигабайт примерно будет занимать, считайте, 3,5 часа. Вот так. При тысяче килобит в секунду. Так что находите место, куда сохранять. И сохраните. И потом уже этот файл загружайте на YouTube. Если у вас внезапно будет несколько файлов, то я вам рекомендую пользоваться вот такой программкой под названием... Вот она под названием AvidMux. Тоже бесплатный мультиплатформенный видеоредактор. Да, что OBS, что AvidMux. Все это работает на всех платформах. На iOS, на Linux, на Windows, естественно. Здесь просто добавляете... Вот откроем, например... Вот у меня тут много файлов. Я, например... Мне надо вот эти три файла соединить. Открываю первый файл. Вот у меня добавился. И дальше append. То есть добавить. Добавляем следующий файл в концовку. То есть он в конец сам по себе добавится. Вот можем даже пролистать. Вот тут уже другой файл. Ага. Стрис. Мокренькая трис. Ну и так далее. Вот вы нажимаете append, добавляете, добавляете, добавляете. Удобство этого видеоредактора в том, что если вы не будете перекодировать, то есть в данном случае у меня mp4 был, то он не будет заниматься кодированием, раскодированием, просто все нормально соединить. Ну опять же, тут все просто. Очень простая программа. Я не буду особенно останавливаться на каких-то премудростях. Потому что, блин, ребята, есть определенные как бы вещи, в которых стоит просто разбираться самим. Это не какие-то премудрости прям страшные. Я не вдаюсь в дебри там декодинга, раскодинга, кодирования всяких кодеков. Тоже могу всякое интересное рассказать, потому что я профессионально видео занимался. Но я думаю, вам это нафиг не надо. А вот это все очень просто. Как добавить видео и как его вывести в отдельный файл, а потом закачать в интернете. Я думаю, это все очень понятно. Потом заходите на YouTube и загрузить файл. Все. И размещаете на него ссылку. Название там введете и прочее. Притом я как-нибудь сделаю еще видео про YouTube отдельно. Но как записывать свое видео, как его стримить и как его загрузить в интернет? Я думаю, из этого видео вы поймете и более-менее, слава богу, разберетесь и сможете постримить и участвовать в турнире нормально, чтобы все видели, как вы играете. Так что давайте пробуйте, тренируйтесь. Конечно, если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, но лучше, чем самим попробовать, нету ничего. То есть сыграйте с кем-нибудь партию и попробуйте ее постримить на тот же YouTube. И потом расскажете, как у вас получилось. Ну все, на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Надеюсь, это видео поможет. Я его, кстати, записывал 11 января 2016 года. Это по поводу того, по поводу актуальности информации на всякий случай, если кто-то будет позже смотреть. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось, и поделиться с теми, кто тоже хочет транслировать свои видео или записывать их и выкладывать в интернет. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok